Деятельность правоохранительных органов всегда поддерживают ветераны, помогают в раскрытии преступлений, оказывают поддержку молодым сотрудникам, участвуют в патриотическом воспитании молодёжи. За многие годы своей профессиональной деятельности Сергей Пятенок внёс весомый вклад в укрепление правопорядка и законности на территории нашего города. Работу в правоохранительных органах он начал с участкового инспектора, потом работал в дознании и оперативным дежурным, а через несколько лет ему предложили должность криминалиста. Можно сказать, что Сергей Пятенок стоял у самых истоков основания экспертно-криминалистической службы Бердского отдела. Там ничего не было из криминалистического или, говорится, из этого. Вот в дежурной части находился саквояж так называемый. Саквояжи, фотоаппарат, фотоспышка, ну и некоторые, говорится, порошки были. Всё. И вот следователь должен был с этим саквояжем выезжать на место происшествия, всё это, говорится, там производить, отыскать следы, следы пальцев, например, ну и порошком, говорится, обрабатывать там, изымать потом. И вот мне пришлось, и помещений не было. Главное в работе эксперта-криминалиста – увидеть и найти то, что не видят другие. Следы пальцев рук, обуви, орудия взлома, наркотики и многое другое. Все эти детали помогают воссоздать реальную картину преступления. Именно его экспертное заключение стало примером для будущих сотрудников. Сегодня его изучают в Волгоградской академии Министерства внутренних дел. Как по методике, говорится, было сделано, что всё, говорится, описано было. Вот они взяли для примера, потом, говорится, там же высшая школа, экспертная школа в Волгограде, она единственная была. Там следственная академия и вот экспертная. И вот они для всего, чтобы показывать потом курсанту своим, как говорится, и так далее, образец. За долгие годы многое изменилось. В несколько раз увеличился штат сотрудников, появилась новая техника и транспорт, изменились и технологии работы. А что я пришёл, там всего было ГАЗ-51, ну это как говорится, с будкой, там возить и так далее. ГАЗ-69, всё. Потом дали в следственное отделение, НИИВу, дежурную часть уже в УАЗике, 4-69, уже более-менее, говорится, в любую грязь и везде, говорится, он типа вездехода мог проникнуть. А то было вот дежурка, ГАЗ-51, всё. На все, говорится, вызова. Лидия Фёдоровна, супруга Сергея Терентьевича, также почти всю жизнь проработала в Бердском отделе, инспектором по делам несовершеннолетних. Кстати, познакомились они на работе, и там же он сделал предложение будущей жене. Часто вспоминают службу и коллег, с которыми работали в милиции. А в этом году супруги отметили золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok